Гражданский рейд под названием «Дневной дозор» провели в Новочебоксарске. Блогеры и представители различных общественных движений прошлись по городу разными маршрутами и оценили влагоустройство города. Вместе с ними работала и наша съемочная группа. В поле зрения активистов попали многие городские проблемы. В одних дворах не хватает скамеек, в других на дорогах выбоины. Внутри дома номер 37 по улице Советской можно устраивать ралли по бездорожью. Около месяца назад здесь меняли трубы. Теперь жильцам приходится передвигаться по клумбам. Нам негде ходить. Детей в школу провожать тоже нам негде. Тут машины стоят, там тоже машины стоят. Вот я выхожу из дома и вот по этим клумбочкам оттуда и через дорогу провожаю детей в школу. Есть и немало положительных изменений. Появились новые детские площадки, отремонтирована часть дорог. На 2015 год запланирован ремонт еще 20 дворов и 11 заездов к ним. После рейда блогеры отправились на встречу с главой администрации Новочебоксарска Олегом Бирюковым. Обсудили увиденное, вместе подумали, как можно решить проблемы, какие возможности есть у мэрии и что может стать дополнительным источником финансирования. Серьезной проблемой для Новочебоксарска стало закрытие кинотеатра «Адл». Администрация ищет сейчас возможности сохранить этот досуговый центр. Взгляд со стороны очень важен для органов власти, считает Олег Бирюков. У нас есть достаточно большая жизненная позиция с точки зрения сделать город лучше. И поэтому, если, например, кроме критики того, что здесь плохо, там плохо, там плохо, увидят еще и хорошее, то это очень важно. Ну и с другой стороны, я думаю, что эта встреча говорит о том, что мы обмениваемся теми мнениями, которые, в принципе, иногда не хватает вот в этой среде. Сегодня наладить диалог с властью можно, не выходя из дома. У главы администрации Новочебоксарска есть страничка ВКонтакте, где он отвечает на все волнующие горожан вопросы. Алексей Табинов, Игорь Зверев, Республика.